на канал за гет поступил такой вопрос как узнать угодно ли мои молитвы богу чем различаются люди грешные праведные и те другие грешат эти другие ошибаются пока на земле живут ну вот разница в том что люди которые стремятся к праведности они когда что-то с ними происходит они бежим бегут к богу люди грешные которые закостеневают грехе которые остаются грехе они убегают от бога как можно богу прибежать богу можно прижать только в молитве поэтому практически всякая молитва которые сказано слова раскаяния которые есть слова или прошение вы сказать о помощи в которой есть надежда на помощь божию это молитвы богу угодно и она по воле божией она обязательно богом будет услышана как тогда молиться но сейчас и приводит такой пример когда тонет скажем в реке ребенок и по берегу идет отец и как ребенок будет взывать к отцу как только можно кричать из такой веры что отец вот точно услышал что вот он поведет по берегу вот он рядом и него нет сомнений что отец его спасет спасет отец не даст ему утонуть отец вам поможет вот так и нам нужно молиться богу из глубины души вызывает нему как у сломопедца давида из глубины возвах тебе господи как нужно обращаться к нему твердой вере что он точно слышит он рядом он как тот самый отец который находится рядом с тонущим ребенком и господь рядом с нами он везде он нас есть с вами все одни до скончания века греет господь поэтому обязательно слышит он точно услышит и не надо сомневаться что господь нас может как-то проигнорировать оставить без внимания потому что он любящий бог он хочет нашего спасения он точно нам поможет но бывают такие молитвы когда мы молимся и думаю что мы достигли какого-то совершенства молитве думаю что мы лучше чем то либо когда мы имеем какую-то обиду на кого-то когда мы имеем какой-то грех нераскаянный такая молитва конечно богу будет не угодно потому что прежде чем идти к богу надо подготовиться к этому ведь если мы стоим перед богом то возникает вопрос а с чем мы перед ним стоим что у нас на душе душа у нас чистая как у того ребенка который нуждается помощи отца или душа у нас лукавая как у некого фарисея которые хочет и богу угодить и жить по-своему или душа у нас обиженная и мы не хотим кого-то простить и хотим от бога получить какое-то благо вот такая молитва с раздвоенной душой с нечистой душой с обиженной душой она бывает богу не угодно она богом не благословляется и у апостола якова есть такие слова что если вы просите что-то не на добро если вы просите что-то не для спасения если вы недоброго хотите чего-либо то и не получите и господь такое не может дать поэтому будем готовиться к тому чтобы обратиться к богу будем стараться хранить свою душу от сивакова зла от всяких обид всякой нечистоты которые помешают нам иметь дерзновение в молитве и будем просить бога от всего сердца от всей души от всего помышления и с верой с надеждой и с усердием и вот такая молитва которая будет соответствующей подготовкой благоговением она будет богу угодно всегда внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и